Итак, здравствуйте! Сейчас у нас контрольное включение и проверка видеомонитора электроника 32 VTC202. Напомню, у нас есть предыдущее видео, где мы показывали про проблемы с блоком питания в данном мониторе и устраняли эти проблемы с блоком питания, рассказывали, какая схема в интернете, какая схема по факту у нас оказалась. Сейчас мы делаем контрольное включение. После ремонта блока питания мы монитор запустили, выяснили, что здесь были проблемы с цветопередачей и с геометрией изображения. Значит, эти проблемы с цветопередачей и геометрией изображения нам удалось отрегулировать настройками, но это тоже все внутри на платах, естественно. Нам удалось их устранить путем регулировок режимов работы соответствующих модулей. Сейчас делаем контрольное включение. В качестве источника сигнала у нас электроника БК0010. Мы спаяли проводочек, кабель для подсоединения. Итак, запускаем компьютер БК0010. Вот он, блок питания, вы не обращайте внимания, здесь еще один в ремонт монитор лежит. Так, и запускаем, собственно, монитор. Вот мы видим, монитор нормально теперь запускается, стартует уверенно. Сейчас должно появиться изображение. Ожидаем немножко. Вот изображение начинает проявляться. Вот оно. Вот она, верхняя строчка. Basic Vilnius. Так, изображение у нас проявилось. Теперь мы пробуем что-то набрать, чтобы посмотреть, как заполняется экран. Нет ли сейчас геометрических искажений. Так, пока видно, что экран заполняется нормально, геометрических искажений нет. Изначально здесь изображение не влазило в размер экрана, оно было смещено вверх, растянуто. Сейчас мы это устранили. Ну, можно сказать, что более-менее картинка достаточная. Теперь мы пробуем заполнить другим цветом на компьютере БК-0010. Для того, чтобы сделать зеленый цвет, надо дать команду Color 2. Вот мы эту команду дали, и у нас появился зеленый цвет символов, и мы продолжаем теперь заполнять. Это у нас был красненький. Теперь мы заполняем экран зеленым цветом. Смотрим, как у нас будет воспроизводиться зеленый цвет. Ну, тоже видно, что, в принципе, зеленый цвет воспроизводится нормально. Достаточно сочный. Сочнее, чем красный. К сожалению, сочность цветов здесь немножко неоднородная, но это я уже ковырять сейчас не буду. В принципе, приемлемо. Все приемлемо. Так, мы видим, что зеленым цветом тоже заполняется нормально. Теперь даем команду Color 3, чтобы заполнить все синим цветом. Смотрим, как заполняется экран. Здесь у компьютера BK0010, который мы используем в качестве источника, у него три основных цвета, ну, точнее, четыре. Красный, зеленый, синий и черный, соответственно. Значит, из них базовых основных цвета, конечно, три. RGB. Здесь классическая система четырехцветного изображения. Так, вот мы видим, что и синеньким цветом у нас экран заполняется нормально. Можно сказать, что мы устранили проблемы с цветопередачей, с геометрией изображения, отрегулировали яркость, контрастность, геометрию, четкость. Поэтому в следующей серии мы будем запускать уже игры и поиграем на этом компьютере 80-х, 90-х годов. Спасибо за внимание, смотрите наше следующее видео.